Юрий Лыткин в материалах для истории Айратов собрал биографии нескольких вождей-богатырей, среди них первое место отведено Хошутскому Найоне Галдме «Ни об одном из айратских владельцев не осталось в потомстве столько живых прекрасных воспоминаний», – писал Юрий Лыткин. Как о Хошутском Найоне, Галдме с сыней очертутся Ценхане от его брака с дочерью зюнгарского Эрдени Батырхунтайджи. Галдма был рыцарь без упрека или, как выражается айратский историком Чигабан-Шараб, он был «непогрешим даже в самом малейших поступках». Галдма родился в 1635 году и проявил себя не только на военном поприще, участвуя в сражениях и защищая границы айратского нутука, но и служил дипломатом, улаживал спорные дела, примерял враждующих стороны. Так, зимой в год «Водяного дракона» 1652 года очертутся Ценхан возвращался в свои кочевья из похода на бурутов. В этом походе 17-летний Галдма лично заколол Джангир хана, повелевавшего бурутами и киргизской всяками, питавшему непримиримую вражду к зюнгарскому Эрдени Батурхунтайджи и его союзнику и зятю Хашутскому Цценхану. Джангир хан считался самым знаменитым и первым богатырём тюркских народов того времени, поэтому победа Галдмы над ним принесла молодому воину славу, которая сопутствовала ему в жизни. Победа и порыв молодого воина, рвавшегося, ступить скорее в сражение, воспета в исторической песне о Галдаме. Пока мой вороной конь не утомился ещё от езды, пока моё копьё сосновым древком не притупилось, отец, пусти меня, я нападу. Пока мой серый конь не утомился ещё от езды, пока ружейные пули не летят ещё криво, отец, пусти меня, я нападу. С этого времени, до самой своей кончины, в 1657 году Галдма стоял на страже айратского натука, кочуя между реками Таласу, Чуем и Или. Сыновья лучших людей из Айсангов следовали за ним и защищали его своим мечом и грудью, дорожа дружбой и одобрением своего молодого храброго наёна и наградую его матери Сулумцы-Хатун. М.Ч. Габан Шараб говорил, что Сулумца-Хатун раздавала улба, это куртка под панцирем, и бу, ружьё, в награду тем из подвижников Галдмы, которые отличились военными подвигами, чем возбуждало у подвластных охоту всюду следовать за Галдмой. Галдма, одетые в военные доспехи, находится у дверей ханов, осёдланный конь его Хонхулдур стоит в пещере скалы. Стрелы, находящиеся в садаке, замкнуты у тебя на спине. Сыновья лучших друзей, столпившись, следуют за тобой. О, наш Галдма, четырёхгодовалого солового коня заставим привыкать к треноге. Сорока богатырей заставим привыкать к битве с врагами. Поджарового солового коня заставим привыкать к треноге. Соколов и ястребов заставим привыкать брать лебедей. Бдительный Галдма, сопровождаемый храбрыми богатырями, не боялся нападков врагов и не отступал перед ними. Так, во время Цагансара, года рыжие собаки, 1658 года бухарский военачальник Убудушукур с 38-тысячным войском прибыл к реке Таласу. Галдма выступил против него с трёхтысячным войском. На рассвете он неожиданно напал на него в рочище Хуланджими, гнал его до устья реки Кёкэ и убил. Войско было взято в плен. Галдма же на каждую лошадь посадил по два человека и в таком виде проводил их назад, до програничного бухарского города, что говорило о его благородстве даже по отношению к врагу. Галдма показала примеры мирного решения спорных вопросов. Так, например, Цеценхан и Аблай Тайши на протяжении 30 лет комплектовали из-за наследства и привилегий. Галдма, сын Цеценхана, и Цаган, сын Аблай Тайши, не раз останавливали междоусобные войны своих родителей. Когда войска, стоя против друг друга, уже начинали битву, Галдма и Цаган один с шахматной доской, а другой с шахматными фигурами, выходили на середину и начинали игру в шахматы, которая продолжалась до тех пор, пока Цеценхан и Аблай Тайши, тронутые дружбой своих любимых сыновей, не расходились, остановив битву. Но конфликты между братьями были настолько сильными и глубокими, что их не могли разрешить не только сыновья Галдма и Цаган, но даже Хутухтазая пандита. Так, в 1661 году противники собрали войска по 30 тысяч, встретились на реке Эмельгин-Шибиту. В решающий момент к Цеценхану присоединился зюнгарский Синге и хойский Салтан Тайши. Аблай был вынужден наступить и укрыться в Сюме Аблайн-Кит, который он в засаде продержался в течение полутора месяцев. Во время этой осады из Сюме вышла Сайхан-Джухатун, мачеха Цеценхана. Она была дочерью Таргутского Хоурлюка, замужем была за Хашутским Байбагасханом, после смерти которого по старинным обычаям была взята Аблайн-Тайши в жены. Эм-Чи Габан-Шараб о ней писал «Все сокровища, какие у нее находились, отдавала в казну Далай-Ламы и тем совершала доброе дело». И это ее религиозность отразилась в ее словах. Выйдя из Сюме, она сказала Цеценхану «Хотя нам кажется, что небо никогда не проясняется от проливного дождя, ливнями льющегося, однако такого свойства вещественной природы, что дождь не имеет беспрерывного продолжения, и небо проясняется». «Хотя нам кажется, что люди, внушающие страдания от мирских деяний, постоянно должны страдать, однако же бывает конец страданиям, в котором люди же пребывают, но выходят». Тогда Цеценхан, тронутый ее словами, сказал «Поистине, Аблай причинил мне зло, поступил несправедливо, я же не делал ему никакого зла, однако последую вашему совету». Цеценхан изъявил желание помириться с Аблаем Тайши. Когда происходило это свидание, Галдма с несколькими людьми рысцою поехал в укрепленный Сюме. Народ, претерпевавший лишения, увидел, что Галдма с малым числом людей действительно едет в Сюме, возрадовался и восклицал «Взошло солнце веселья», что говорило об авторитете Галдмы и любви народа к нему. Цеценхан после выяснения мнений своих советников и Галдмы вынужден был возвратить Аблая все до последней нитки. Взюмгарский Сенге также возвратил все, что взял Аблая во время войны, говоря «я вполне согласен с решением Цеценхана и Галдмы, если дано слово все возвратить, то надо исправно выполнять обещания», что еще раз говорит о том, что для наших предков честь и имя значили больше каких-то не было материальных благ. Реквием звучат слова историка. Таков был 26-летний Галдма, мнение которого уважали старик-отец и почетные старейшины-айратские владельцы. И поэтому разумному, благороднейшему мужу суждено было кончить жизнь от яда, поднесенного рукой жены его отца, в пору расцвета сил и здоровья, когда ему было только 32 года. Цеценхан имел несколько жен. Первой его женой была дочь зюмгарского Эрдени Батурхунтайджи, мать Галдамы. Другой женой была дочь тургутского хана, предположительно манчика. В то время она имела любовную связь с гелюнгом Гакэмчи, которую заметил Галдма. Побоявшись днева Цеценхана, любовники решили избавиться от свидетеля. Гакэмчи приготовил яд, который был отравлен Галдма. Так кончил свою жизнь храбрый, благороднейший Галдма, единственный наследник прав и преимуществ своего отца, Единственная отрада его в старости – слава и гордость хошутских владельцев. Цеценхан воспел это печальное событие в песне «Плача Галдме», которое спустя 200 лет заставляет еще трепетать сердца приволжских айратов. Падет верблюд вербляжонком, потомство восстанавливается. О, Галдма мой, невозможно тебя возродить. Падет баран ягненком, потомство восстанавливается. О, Галдма мой, невозможно тебя возродить. Падет бык теленком, потомство восстанавливается. О, Галдма мой, невозможно тебя возродить. Падет жеребец жеребенком, потомство восстанавливается. О, Галдма мой, невозможно тебя возродить. Мать состарилась, старухой стала. Крутой яр обрушился, превратился в песок. «О, Галдма мой, невозможно тебя возродить!» Га Кам Чи лишился своей руки, Цецен Хан лишился сына единственного. «О, Галдма мой, невозможно тебя возродить!» Этими словами народ передал безутешное горе отца, потерявшего горячо любимого сына, а повторяющаяся фраза «О, Галдма мой, народ акцентирует большое горе отца и невосполнимость утраты». Галдма скончался в урочище Бочи осенью года огненной овцы 1667 года. Тело его предали сожжению, а пепел отправили в Тибет на богословение Далай-Лами. Когда Далай-Лама увидел там, где сердце жесткую кокось массу, плотком взял эту массу в руки, подул и сказал. «Справедливо говорят, что добродетельный человек имеет в сердце жесткую кокось массу. Душа Галдмы переродится в намту тенгри, духовного тенгрия». Такие деятели, как Галдма, пользовались всенародной любовью и известностью, независимо от их племенной и родовой принадлежности. Галдма был общоайратским любимцем. На этом пока все. Оставайтесь с нами с уважением, Максим. В связи с отключением монетизации и риском блокировки Ютуба приглашаем подписаться на наш телеграм-канал и страничку ВКонтакте. Ссылки в описании под видео. До встречи в сети. Команда канала «Зан Онлайн» благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Циденов. Продолжение следует...